Я устал ждать! 12 лет ждал! Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики! С вами ваш верный друг... Старый Евнух! В прошлом видео мы наконец-то достигли второй главы, а это значит, что наше путешествие медленно движется к логическому завершению. С печалью на глазах я сообщаю вам, что мои планы по растягиванию роликов на 20 серий не увенчались успехом. Так как недавно ко мне пришел мой одноглазый масон-продюсер и сказал, что нам урезают бюджет по причине негодяй. И поэтому эта часть будет предпоследняя. Так что начинайте морально готовиться к концу, запасаться носовыми платочками и смазывать дилдаки вазелином, дабы выебать бабая за то, что так быстро выпускает видео. Выходим от лорда Хагена после длительной беседы за рюмкой мочи и направляемся к Ватросу. Вертухай доволен нашими успехами. Он говорит, что теперь безымянный имеет шанс из шлепки китайской стать полноправным членом обществом Кольца Воды. И нам лишь осталось пройти посвящение в таверне Мертвая Гарпия. Там мы встречаем Гочебоя в Кожанках с Лоресом во главе, который отдает нам униформу и наказывает не надевать ее в городе, дабы не палить конторку магов. Но в целом мы молодец и теперь являемся членом этого замечательного братства. Теперь уже будучи частью тайной подсосно-масонской организации, мы возвращаемся к плюшке-ватрушке за новым заданием. Он отправляет нас к остальным магам Воды, чтобы мы помогли им добраться до Ворона и прописать ему пару ректальных зажимов за все хорошее. Берем с собой Лореса, чтобы скучно не было, и выдвигаемся в путешествие. Этот молодой человек с радостью рассказывает нам веселый, юмореский по пути, тем самым стопоря нас и мешая идти дальше. Теперь, когда мы покинули город, и нас не могут подслушать, я хочу тебе кое-что рассказать. Причем иногда он стопорится без логической на то причины. Не отвлекай меня. Ты че ебанутый? А иногда все это переходит все грани абсурда и комедии, превращая готику в типичный эпизод Монти Пайтона. Эй ты, стоять! Что тебе нужно? Если не хочешь получить по морде, тебе лучше переложить несколько монет из своего кошелька в мой. И быстро! Ты шутишь. Я похож на шутника? Если я не увижу 20 золотых до того, как ты сделаешь шаг вперед, я прикончу тебя. Так что давай сюда денежки. Прочь с моей дороги. То есть ты по-хорошему не хочешь? Ты идешь дальше? Да, да. Двигаемся дальше. Держись ко мне поближе. Но несмотря на весь этот рафлотур, мы все же добираемся до руин, где расположились маги. Лорес уходит обратно в город, а мы наконец-то встречаем нашего старого знакомого. Ты спятил? Вон! Под сводами этого места слишком опасно для начинающего искателя приключений. Но постой, разве я тебя не знаю? Ну, конечно, проклятый ублюдок. Не думаешь ли ты, что я забыл, как ты предал нас тогда в новом лагере? Маг жидкостей и выделений припоминает нам все наши косяки, связанные с магической рудой, и высказывает мнение, что мы не какой-нибудь там избранный, который убил спящего, а самый обычный мудак и пиздобол. Но хоть Сатурас и бесится, он все же соглашается, что мы теперь союзники, и наши умения страдать херней еще могут пригодиться. Теперь наша главная задача помочь магам открыть некий портал, который ведет в неизвестные ебеня, где по предварительным данным и засел ворон. Для активации портала нужны некие орнаменты, один из которых нам передал Лорес. Остальные же находятся у каменных стражей, которых можно призывать вот в этих штуках. Сами по себе стражи мощные, сильные и способны ударить так, что у нашего героя рожа треснет в области печени, сердце ебало аналог карнавала. Но благо игра выстраивает все так, что этих мощных олдов убивает кто угодно, но не мы. Например, Лорес, которого мы снова можем взять с собой, или же рабочий класс, который не может отбиться от ополчения, но зато может затюкать неубиваемого господина булыжника так, что невольно сочувствуешь этому Саше камню. Собрав все фрагменты, отдаем их Нефариусу, который вместе с другими магами устраивает над орнаментами жесткий флекс, превращая их в некое колечко-ключ, которое, если вставить, откроет портал, а если надеть, то продлит удовольствие от полового акта. Портал открыт, но что же там скрывается, и что нас там ждет, вы узнаете чуть позже, ибо я вам столько еще не рассказал. В этой игре достаточно квестов и прочих моментов, которые вы просто обязаны выполнять, дабы получить опыт. На одной из фер мы можем помочь отбиться от ополчения, можем убить какую-то сраку-ебаку, и даже можем найти все сокровища капитана Грега, и получить за это очень теплые слова. Я благодарен, что ты мне помог, но это не делает нас друзьями. Понимаешь, о чем я? Конечно, эти квесты не несут сильной сюжетной нагрузки, но зато неплохо наполняют мир контентом и обогащают лор. Например, квест ведьмы про поиск некого солнечного алоэ в говне черного тролля обогащает сюжет сильнее, чем все описания предметов из Dark Souls вместе взятые. Обычно она встречается на экскрементах черного тролля. Ты узнаешь его по сильному миндальному аромату. Также стоит упомянуть, что мы можем обучиться замечательному скиллу у одного из магов воды, а именно умению читать каменные таблички, которые неплохо так повышают наши статы. Вроде бы всякие интересности я вам рассказал. Теперь можно узнать, что скрывается за порталом. И тут я вам советую заранее подготовиться, ибо портал ведет World of Warships. Неужели это та самая лучшая в МИДе игра про морские баталии? Да, ты не ошибся. И так уж удачно совпало, что именно сейчас там проходят великолепные тематические ивенты, где ты можешь плавать на Uber, Giber, вундеркораблях и чисто на расслабоне сносить лицо ворону по ту сторону монитора. Почему этот клятый подписчик так хорошо играет и профессионально ломает мой дивный... Ничего удивительного тут нет, ибо он перешел по ссылке в описании и получил аж целых пять дней премиум аккаунта. Пять дней, слышите? Но и тут марафон щедрости не заканчивается, так как именно сейчас в World of Warships ты получаешь подарки от Деда Мороза. Что? Тот самый Дед Мороз? Но ведь он не существует, ты пизди... В каждом новогоднем контейнере ты можешь найти ценные ресурсы и, что самое главное, максимально мощные и клевые корабли категории. Обалдеть! Так чего же ты ждешь? И правда, чего же ты ждешь? Переходи по ссылке под видео и почувствуй новогоднее настроение в World of Warships. По ту сторону мы оказываемся в храме, выйдя из которого встречаем жидкое движение во главе с Атурасом. Благодаря Адоноса! Наконец-то ты здесь! Мы думали, что ты не появишься снова. Что? Как вы успели здесь оказаться? Как оказалось, наш косплей синего толкана из Доктора Кто затянулся на несколько дней, в то время как магам переход через портал дался легче и быстрее. Поэтому они успели тут обустроиться и морально похоронить нас. Но поскольку мы здесь в целости и невредимости, подсос Льва Толстого с радостью посвящает нас в курс дела. Сейчас на экране вы видите карту данных мест. Это древний город Яркендар, где раньше жили древние проталатыши, но по неизвестным нам причинам они сгинули в аналах истории. Лагерь магов воды находится вот здесь, в середине карты. Будем считать это место нашей базы, где мы можем почилить и купить всякого полезного стафа в виде лечилок, стукалок и колдовалок. Главная же наша цель в виде гондона-ворона находится вот в этих территориях. Тут он пытается с помощью каких-то темных сил взломать крам Адоноса, но зачем и почему, никто не знает. Однако, чтобы этому подзалупному мякишу никто не набил ебало, за столь лиходейский поступок он обустроил вокруг себя лагерь с бандитами, которые активно защищают его и убивают любого чужака, который пытается войти в их зону комфорта. Главным же мотивейшеном бандитов работать на ворона является золотая шахта, в которой батрачат рабы из Хориниса и приносят уголовникам мощный капитал. Поэтому пиздрячить вот сюда будет идея как минимум ебланской и достойны разве что суицидника. Но что же делать, спросите вы? Все очень просто и разумно. Мы пойдем вот сюда, ибо в этой части карты обитают, и тут вы не поверите, подсосы капитана Грега. Одного из них мы находим буквально неподалеку. Аллигатор Джек, как оказалось, один из этой шелудивой компании, наблюдал за лагерем магов воды. Он с радостью остановил пробегающего мимо Касипошу, чтобы задать один единственный вопрос. Что за хуйня тут происходит? Из милой беседы мы узнаем, что пираты бандитов не любят, и если мы вступим в их сомалийскую шайку, то мы получим бутылку рома, уважение, цингу, и возможно, комплект бандитских доспехов. А почему бы и нет? Подумал я. Друзья Грега, мои друзья. На этой веселой ноте мы отправляемся в лагерь, попутно собирая болотных крыс на засолку для пацанов. Отнеси это мясо болотных крыс старому лентяю Моргану. Ты найдешь его в нашем лагере. Поубивав кого только можно, мы наконец-то оказываемся на пороге пиратского лагеря. Один из пиратов не хочет пропускать нас, пока мы не заплатим деньгу. И как оказалось, чтобы сумма уменьшалась, нужно выполнить пару поручений. Принести еды, убить бандитов в башне и т.д. и т.п. Кстати, драться с бандитскими диспирадосами меня уже настолько задолбало, что я решил воспользоваться имбовыми свитками с колдунством. Эффективная вещь, кстати, с помощью них Рузвельт затащил Великую Отечественную войну. Выполняем все поручения и получаем долгожданный доступ в лагерь пиратов за 100 золотых. Не знаю, конечно, можно ли было вообще за бесплатно пройти, но да ладно. На данном этапе игры 100 золотых уже не деньги. Можешь свой рот лучше поаккуратнее говорить. Познакомившись с ребятами в лагере и вдоволь наобщавшись с ними, узнаем, что нужный нам комплект доспехов находится в лачуге Грега, который на данный момент застрял в Хоринисе. Хижину Булдыги охраняет некий Фрэнсис, которого пират оставил за главного. Этот пассивный лошипидзе отказывается нас пускать в бунгало и проявляет к нам все признаки неуважения. Что ж, тогда посмотрим, как ты собираешься меня остановить. Что? Здесь я, капитан! Ах ты, крыса сухопутная! Я научу тебя проявлять уважение. Обчищаем хату, но бандитский шмот так и не находим, но зато обнаруживаем злого Грега с претензиями. Эй, ты! Что ты делаешь в моей хижине? Я... Стоит уехать на несколько дней, и вот уже каждый проходимец норовит похозяйничать в моем жилище. Какого черта? Что здесь происходит? Чистокол еще не закончен. Каньон просто кишит зверьем, а все только и делают, что слоняются вокруг. И это все, что ты сделал, Фрэнсис? Немедленно слезть с моей скамейки. Фу нахер отсюда. А ты, что ты сделал? Ну что ж, полагаю, хорошее начало. Грег Парниша неплохой, он с радостью отдаст нам комплект доспехов, если мы снова выполним для него одно поручение, а именно зачистим каньон от саблезубых ящериц. Я как типичный Иуда Масон решаю не идти туда в Водняру и беру с собой Аллигатора Жоку, который убивает всех за меня. Такой геймплей мне по нраву. Добиваем последнего Бритвожопа, скальпуем пару попавшихся под горячую руку орков и забираем шмотки у одного из пиратов. Ты должен отдать мне доспехи бандитов. Приказ Грега. Приказ Грега? Хо-хо, а я-то думал, мне действительно придется идти на это задание. Разведка в лагере бандитов это просто самоубийство. Дальше наш путь лежит лагерь ворона, но перед этим Вот теперь можно отправляться в лагерь бандитов, в котором происходят любопытные вещи. На подходе ко входу на территорию бандитов нас встречает Санчо. Благодаря доспехам Шурик даже и ухом не повел, что мы не местная хуепутала. Правда, вглубь лагеря мы попасть не можем, нужно особое приглашение, а чтобы его получить необходимо как обычно что-то сделать для кого-то. И почему я, блять, не удивлен? В этой части лагеря этот кто-то Франко. Данный молодой человек хочет обременить нас лагерными заботами, после выполнения которых он возможно пропустит нас. Для него нам надо убить несколько подвидов местной фауны и найти обоссанную табличку в одном из храмов. К слову, разрешите вам пояснить за всю эту местность где мы находимся и почему я считаю, что без данного дополнения в Готику 2 нельзя играть в принципе. Начнем с того, что если вы пошли в долину рудников сразу после выхода от лорда Хагена, то я вам гарантирую вы ебнетесь на всю голову. Подробности вдаваться не буду, но просто поверьте мне, там творится свой маленький странный город Багдад и там тебя ждет приключений каскад. И чтобы быть готовым к таким трудностям надо пройти яркиндар. Не армию, не школу жизни Игоря Прокипукича, не ПТУ с красным дипломом, а именно яркиндар. Эти земли полны всякого опасного говна, начиная с кровавых мух и заканчивая всякими сраными големами с каменными стражами. Но самые же мерзкие обитатели яркиндара это болотные дроны. Лови я плюху за то, что забанил меня на своем канале, выполняя сторонние квесты. Да? Ну тогда секундочку, замри. У тебя на плече какая-то мошка. И уничтожая все вокруг, вы из Харинистского бомжа превращаетесь в непобедимого командоса, который может делать все, что угодно. Он способен убивать чудовищ, противостоять бандитам, рефандить игры в PS Store. Кто яркиндар прошел, тот над рофлами не хихи и не хаха. Выполнив все, что можно, подходим за особым приглашением и узнаем, что Франко отправил другого человека внутрь вместо нас. И больше люди в лагере не нужны. К тому же теперь, когда Логана больше здесь нет, я смогу использовать вместо него тебя. Не алюэто бан. Ах, ты жалкий ублюдок. Ты посмел угрожать мне? Тебе ко... После легких ора-ора и ректальных муда-муда в сторону Франко мы спокойно можем идти дальше. Вглубь лагеря бандитов. Оказываемся внутри и сразу же натыкаемся на некого Синьяна. А, кто это у нас здесь? Ну-ка, ну-ка, вот ты где. У меня для тебя есть хорошие новости и плохие новости. Этот баскетбольный Куни Ли узнал в нас бывшего каторжника, которого искал Ворон и его бандиты. Правда, сдавайте, он нас не спешит и отправляет к Эстебану за знакомством и заданием. Так ты тот самый парень, что с боем пробился в лагерь. Слухи быстро распространяются. Франко был крепким орешком. Никто не хотел связываться с ним. Никто, кроме тебя. Просто, чтобы сразу прояснить ситуацию. Если ты затеешь тоже со мной, я убью тебя. Эстебан, негласный руководитель второго круга, рассказывает, как на него совершили покушение и просит Касипошу расследовать это дело. Как только виновный будет найден, ворота верхнего яруса, где обитает Ворон, и находится золотая шахта, распахнутся Я, конечно, попробовал пройти без всей этой мутатени, но на входе в верхний левел меня остановил Торос. Хотя пока что направляемся к Торосу, вот к этому могучему молодому человеку. А почему ты думаешь, что Гамес заинтересуется тобой? Ты еще не видел, как я при пипиське шучу. Этот кабанчик объяснил нам, что пускает людей, имеющих при себе особую табличку пропуск, которую выдает лично Эстебан. Так что хочешь, не хочешь, а надо искать убийцу. Все подробности расскажет наш знакомый Синьян, который как раз занимается этим. Я хочу, чтобы ты выполнил свое задание, чтобы ты нашел предателя, и когда ты его найдешь, ты убьешь его для меня, а я заберу награду. У меня объявление о твоем розыске, не забывай об этом. Выполняй свою работу и сделай ее хорошо. Сам понимаешь, что может случиться в ином случае. С этого момента мы начинаем заниматься расследованием, которое превращает немецкую суровую фантазийную игру в детективный нуар. Расписывать все в мельчайших деталях я смысла не вижу, поэтому объясню вам это буквально парой слов. После разговора с местным кашеваром СНАФом мы понимаем, что связаться с недоброжелателями мы сможем лишь убив Синьяна, тем самым показывая, на чьей мы стороне. После сурового КЧАО в Яблет Синьяна шахтеры и торговец ФИСК более охотно рассказывает нам, что местный кузнец связан с убийцей. Поболтав с кузнецом мы отправляемся в столовку, где нас встречает этот самый убийца, который является ФИСКом. Он говорит нам, что Эстебан клятый сосало и мешает людям нормально жить в этом лагере и добывать золото. Поэтому мы должны рассказать Эстепукичу про ФИСКа, дабы он направил в таверну своих телохранителей, которых Таргаш возьмет на себя. Наша же задача убить Эстебана, пока он находится один без охраны. Ты хорошо справился с работой. Тебе нечего делать в шахте. Я могу использовать тебя с большей выгодой. Ты останешься в лагере и будешь продолжать работать на м... Лутаем с него таблички, щедро раздаем их тем, кто помог нам с расследованием и отправляемся в Верхний Ярус. Верхний Ярус из себя представляет территорию, где находится храм, в котором засел ворон, и золотая шахта, в которой батрачат рабы, пока бандиты попивают чаек. Само собой, при попытке пройти в храм божий нас останавливает стражник и говорит, что к ворону никого не пускает, кроме некого Бладвина. Но, как говорится, беда не приходит одна, и не успеваю я толком отойти, когда меня доебывается какой-то Бладвин и требует с меня деньги за какую-то защиту. Я, само собой, отказываюсь. Нет, спасибо, я сам могу о себе позаботиться. А потом, какой-то чмурдяй отводит меня за пределы лагеря и пиздит дубинкой в ебало. Эй, парень, забудем об этом, ладно? Знаете, мне этот живой мир уже не так сильно нравится, когда... К ворону никого не пускает, кроме некого Бладвина, который является правой ногой пернатого чепушилы и вообще... Шел нахер отсюда. Шахта прекрасна, ибо тут мы можем добывать золото и богатеть, что очень даже необходимо. Не вздумайте уходить из шахты, не обучившись ремеслу камнейобы и не облизав каждую золотую жилу. Кстати, тут мы можем узнать, что ворон нашел в этих шахтах какую-то гробницу и занимался тут странными шаманствами, призывая то ли Шаготов, то ли Людмилу Огурченко. Он вормотал и выкрикивал какие-то странные слова снова и снова Кардимон Фатагн Шатар Фатагн Белиар Борада нихт какая-то. Пообщавшись с работягами в шахте узнаем, что бедолаги напоролись на гнездо ползунов и теперь Горазу местному охраннику нужно вырезать это мирное поселение. А он слишком добродушный няш-мяш-беляш. Если ты хочешь сразиться с краулерами, даже не думай, что я тебя остановлю. Только не надо выманивать сюда, ладно? Ух, повеселимся. Ну, готово. С краулерами покончено. Бладвин уже идет сюда. Ты ведь этого хотел? Я хочу сказать, что ты перебил краулеров, чтобы Бладвин пришел сюда, да? Тогда, что бы ты не планировал, делай это сейчас. Ты убил краулеров? Отлично. Дальше действую я. Проваливай. Подожди минутку. Ты еще здесь? Нам нужно кое-что выяснить. Я ищу ворона. Так, и почему ты думаешь, что ворон захочет говорить с тобой? Погоди, ты не это ты? Напоследок отрезаем голову Бладвина с собой на память на брелок с ключами и текаем отсюда. По пути к храму встречаем Торуса и заводим с ним серьезный разговор. Торус обеспокоен нашими зверствами в лагере и волнуется, как во ближайшем будущем мы не убили его. Этот лагерь все, что у нас осталось. Может быть, он не всегда работал идеально, но он работает. Но с каждым человеком, которого ты убиваешь, исчезает кусочек нашего общества. Мы бандиты, головорезы, преступники, изгнанники. Куда бы мы ни пошли, нас выследят, поймают и убьют. Для нас нет лучшего места, чем это, и нет лучшего времени, чем сейчас. Успокаиваем парня, что кроме ворона нам никто не нужен, а также тонко намекаем, что он может занять место главаря бандитов лично, если не против, конечно же. Также напоследок убеждаем Торуса отпустить рабов обратно в Хоринис и отправляемся в храм. Снова ты? Ты начинаешь меня доставать. Вот, ты все еще хочешь остановить меня? Это что? Это Бладвин? Что это? Нет! Я хочу сказать, да, проходи. И вроде бы близок финал. Финита ля комеди. Но пятка в рот шлепок посраки, это еще не все и вообще не финал, ибо клятый попуг все таки прорвался сквозь храмовую плеву и с Рафлан ебалом скрылся где-то в глубинах, заперев за собой дверь. Ну охуеть теперь и что нам делать дальше? А, делать нечего, возвращаемся к Сатурусу с этими веселыми новостями. Рассказываем ему охуительную историю, которая чуть не доводит его до ручки. Я опоздал. Он скрылся в храме Аденоса у меня на глазах. Что? Это катастрофа! Почему ты не последовал за ним? Маг расстроен и поражен, примерно как и я, когда на нынешнем гей-аворд игру года забрал какой-то батя с сыном анимешником вместо суровой истории про ковбоя туберкулезника. Меня послал Сатурас. Ворон проник в храм и закрыл его двери изнутри. Сатурас считает, что он узнал о том, как попасть в храм у духа. О, Аденос. Также он говорит, что мы должны узнать особое заклинание, которое откроет врата в храм, и узнать мы его можем у духа в одной из гробниц. Лишний раз хочу напомнить, что Еркендар место суровое, и не всегда тут можно победить кулаком вёбач. Иногда тут нужно хитрить и вообще вести себя как трикстер, ну, то бишь хитрый ублюдон. Добираемся до духа по имени Куархадрон Акалютый Трахадром и пытаемся выцеганить нужные нам знания. Но дух не так прост и говорит нам А-а-а, пройди легкий тестик, и я тебе все расскажу, а если завалишь его, то я твое ректальное кольцо надену на свой палец. Отвечаем на вопросики и удостаиваемся честью узнать нужные магические слова. Проблема с воротами храма решена. Дух заговорил? Да. Значит, ты знаешь, как попасть в храм? Именно так. И еще дух рассказал мне, что ждет меня внутри. Он говорил о могущественном мече и залах Адонаса. О, Адонас! Какие же мы глупцы! Как мы могли быть так слепы? Сатурас рассказывает нам, что в храме куда пробрался ворон есть оружие коготь билиара, который выковал лично сам билиар. И нам было бы желательно этот меч заполучить. Ибо в руках ворона эта убер сабля может натворить таких делов, что мы все будем сосать плюс сосать. Зачитываем их перед калиткой и двигаемся вперед в ритме монгольской танцевальной джаги. Путь к ворону наполнен ловушками, которые решаются не логикой и пылким умом, а самым банальным методом сдохнет загрузись. Потому что я буквально не понял тут смысла. Мне пришлось каждую загадку закидывать трупами каписоши, дабы пройти дальше. Спустя кучу матов и нервов мы все-таки находим ворона в одной из комнат. Посмотрите, кто пришел. Повелитель предупредил меня, что Иннос пошлет своего слугу. Но я не думал, что ты придешь так быстро. Что ж, раз ты так спешил, то и смерть твоя будет быстрой. Ты продал душу Белиару? Да, и за хорошую цену. Я стану генералом его армии. А как насчет тебя? Тебе известно, сколько стоит твоя душа? Я лишь делаю то, что должно быть исполнено. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы только послушайте. Ты прислал мне покорного раба Иннос. Ты уверен, что я служу Инносу? Что? О чем ты говоришь? Ты не думал, что я могу быть исполнителем воли Аденоса? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, чепуха. А может я тоже служу Белиару? Или лишь самому себе? Ха, что ж, в таком случае ты мне даже не противник. Достаточно. Приступим к делу. Хм, ты так торопишься умереть, ну раз ты настаиваешь? Честно, в рот я наоборот этого читера с его мечом белярским. Я тут чуть умом не тронулся, пока пытался отфлексить его комбухи и каламбура, но это было слишком сложно. Но хей, это же ведь готика, а значит на каждый ваш ход у меня есть козырь в виде имбового уберспила. Субтитры сделал DimaTorzok Ворон заслуженно превратился в Агнию Огонек, а мы в свою очередь превращаемся в ЧСВ Дебила, который до конца дней будет рассказывать, как он прошел Яркендар и при каждом удобном случае ловить флэшбэк об ужасах этих событий. Забираем меч беляра и валим отсюда. Возвращаемся к Сатурусу с теперь уже точно хорошими новостями. Землетрясения прекратились, а ты, как вижу, еще жив. Маг на радостях чуть не целует нас в пупочек, щекочет наш просаг и говорит молодца, ловила ли попс, ты вернул мое доверие, вообще ты избранный и сильный, как Джизис. Мы в свою очередь качаем меч у алтаря беляра и получаем мощную саблю, которая бьет магическим дамагом и не требует от нас никаких навыков, потому что это вся суть этого меча. Его может использовать каждый дебил полупокер, даже я и даже ты. После этого можно спокойно покидать данную локу и гордиться тем, что мы прошли дополнение Ночь Ворона. Теперь даже на самой замшелой селянской дискотеке вы можете щеголять вашим новым званием ветеран Яркендара. Благодаря нему вам даст кто угодно, начиная с потертой глушвильской куртизанки и заканчивая элитным хардбас-молочником Евкакием, который будет вас доить, пока ребра просвечиваться не будут. В следующем ролике, дай бог, я расскажу вам всю оставшуюся историю и вы узнаете, что же здесь, блядь, происходит и почему наш Соси Гоша так важен, что вокруг него все эти странные события крутятся-вертятся. До скорых встреч, мои дорогие друзья. КУРОСУНА! 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 КУРОСУНА!